Привет! Сегодня в рубрике «Разговорчики» у нас интервью с Анастасией Живовой, директором и хозяйкой агентства VIEW. Агентство VIEW, на мой взгляд, одно из наиболее приличных в нашем городе, а судя по тому разговору, который у нас состоялся, оно оказалось еще более приличным, чем я думал. Соответственно, если нужно отправить своего ребенка, особенно несовершеннолетнего, заниматься моделингом, ну, вдруг вот вам захочется, то агентство VIEW в моем нынешнем списке – это кандидат номер один. Почему? Вы узнаете, если вы сейчас не пожалеете полчаса и посмотрите интервью, где нам очень подробно расскажут, и вы увидите, какой серьезный подход у этих ребят и насколько они молодцы. Привет! Привет, Ле! Начнем вот с такого вопроса. Два слова о том, почему вообще это агентство случилось, зачем, с чего все началось. Два слова очень сложно. Ну, в три. Так намного проще. Ранее в этой сфере работала как наемный работник, как модель, затем получила небольшое повышение от коллег, которые основали свой бизнес. Через какое-то время им пришлось с этим бизнесом расстаться, так я стал тот самый главный. В общем, всех отсидела? Неправда. Все так говорят. Ладно. Скажи, вот в городе у нас несколько агентств, были для вас агентства, появлялись и после, ваши, в общем, скажем так, далеко не первые. А чем вы хотели отличаться, когда вы образовывались? И чем вы хотите отличаться сейчас? И отличаетесь ли вы? Надеюсь, что отличаемся, да, начну с последнего. Вообще открывались мы как бутик-агентство, то есть селективное агентство, которое направлено на поиск и отбор жесточайший, то есть очень ограниченного количества моделей. Сейчас скорее мы делаем упор на правильный и хороший менеджмент, потому что я знаю сама, да, по себе, как хорошо и как сложно, с другой стороны, вообще, организовать правильно работу с моделью и с контрагентами, да, с заказчиками, с клиентами. Это что, первая наша особенность. Вторая, мне очень хочется показать людям, что, в принципе, типажи все очень разные, мы все очень разные, и каждый индивидуальный, поэтому наша задача одна из самых сложных и главная, наверное, это уметь работать с каждой девочкой, которая к нам приходит, потому что у нас абсолютно разный спектр работ, у нас постоянно разнообразные запросы, и мы, конечно же, пытаемся охватить наиболее, ну, самый большой, наверное, объем по тем техническим заданиям, которые клиенты нам выдают. А вообще какая-то специализация в агентстве есть? Я думаю, нет. То есть специализация, если можно так сказать, то делать работу хорошо. То есть вы такие всеедные, широкопрофильные? Мы просто умеем, ну, мы не боимся, в общем, браться, даже если мы с чем-то сталкиваемся вновь, да, впервые. Просто мы чуть больше времени стараемся брать на подготовку, потому что подготовительная часть – это больше половины, однозначно, процентов успеха. Угу, такой серьезный подход получается. Спасибо. Что вижу, там пою. Ездят ли от вас девушки за рубеж? И если да, то куда? Ездят за рубеж, но из последнего сейчас это наша модель Ладника Норова, которая отправилась на несколько месяцев в Стамбул на работу. Сейчас она уже скоро вернется, мы ее ждем. Что касается, какие страны, здесь для нас нет ограничений, на самом деле. Мне самая главная и самая ответственная вообще задача наша – это правильно выбрать плейсмент для модели, потому что страна может быть одной и той же, но девочка в одном случае уедет с очень хорошими ощущениями, с какими-то денежками в кармане, а в другом случае уедет через две недели домой, потому что у нее ничего не получилось. Именно поэтому здесь очень должен быть индивидуальный подход, с одной стороны, а с другой стороны очень важно выбрать правильный плейсмент, то есть правильное агентство и все тщательно проверить. Я немножко параноик в этом смысле. Как нормально. Да, и мне важны все детали, которые есть, поэтому у нас очень долго обычно идут переговоры, и если я хоть в чем-то сомневаюсь, мне лучше закрыть эту историю, то есть не обращаться к нашим партнерам. Ну, на самом деле выживают только параноики, так что это нормальный подход, я считаю. А истории такие, что кто-то уехал, и что-то там некрасивое произошло, и раньше времени убежал босиком по снегу, как я говорю. Такое бывает? Было? Да, конечно, бывает. Было это и в нашем регионе, я знаю. У нас, естественно, смотри, вопрос предыдущий, этого нет, но случаи такие были. В большинстве случаев это связано с отсутствием опыта, как такового, у агентства материнского, да, которое не понимает вообще, что происходит. В некоторых случаях это связано с самой моделью, с ее подготовкой, потому что очень важно психологически подготовить девочку к поездке. Я этому очень много времени всегда уделяю, и много времени с ними провожу, потому что есть что передать, есть чему научить. Но в целом отсутствие опыта, то есть низкий очень уровень по работе, неправильный менеджмент, и сами какие-то у модели проблемы, которые возникают в поездке, это основные причины. Но есть, конечно, даже сейчас, да, хотя бизнес очень развит повсеместно, кроме России. Есть, конечно, агентства, которые выдают себя за других, и впоследствии оказывается, что где-то что-то было неправдой. Но, опять же, это задача как раз материнки, то есть агентства, которые отправляют модель, чтобы убедиться, что все в порядке, и это не рыба. Таких историй не было, короче. Ага. Скажи, вот есть мнение, что любое агентство, которое кроме основного бизнеса имеет еще и школу модель, это своего рода разводка, потому что основные деньги зарабатывает школа, а не сам процесс, скажем так, сдачи девочек в аренду. Это правда или нет? Сдачи девочек в аренду? Ну, я формулирую так, да. Я совершенно не против, каждый вправе как угодно отзываться. Ну, это очень глубокий вопрос, на самом деле, потому что в целом в России такая специфика, то есть ни одно модельное агентство толком в России без модельной школы не работает. Какие деньги в основном зарабатываются, на чем, да, у каждого свой разный удельный вес, но факт того, что в России моделинг очень слабо развит, а вследствие этого люди, но вместе с этим интерес очень высокий, да, поэтому спрос рождает предложение. Соответственно, поскольку очень много желающих в этот бизнес войти и попасть, до сих пор, да, он не отцвел уж окончательно. Да, вроде нет. Поэтому, конечно же, в России очень много этих историй. Но что касается развода, не могу сказать, что это так, потому что здесь уже зависит все от содержания той программы, да, от опыта, от навыков педагогического состава, который работает с девчонками. Я вот, например, в свое время мы сократили, у нас была полугодовая система обучения, сейчас она сократилась вдвое, это три месяца. Сократилась по ряду причин. Во-первых, мы сделали программу более насыщенной, то есть они прям погружаются в это дело и очень много работают с нами непосредственно, то есть в офисе, там мы встречаемся в студии, в агентстве и так далее. Во-вторых, я не вижу... Ну, мы содержанием каким-то наполнили этот курс, а дальше только практика и только повышение квалификации. То есть чего-то нового, то есть приходите еще какое-то время... И мы вас будем там доить. Да. Мне это неинтересно, чуждо, и мы всегда таким образом общаемся с девушками, если у них есть впоследствии возможность как-то повысить свой навык. Ну, то есть, условно, они после окончания курса не отходят от нас, они могут и дальше приходить просто в свободном порядке и посещать занятия, повышать квалификацию свою. А кого вы зовете проводить занятия? Ну, я очень к этому щепетильно отношусь. Мне важно, чтобы... Да, меня вот не зовут. Не в этом дело. Мне важно, чтобы человек умел входить в контакт. То есть у нас педагоги в основном достаточно молодые сверстники или чуть старше девушек, которые к нам приходят, но вместе с тем уже получившие какой-то уникальный успех. То есть им есть что рассказать? Да, однозначно есть. У них есть какая-то у каждого своя история, история становления условной. Именно поэтому мне интересно, потому что они быстро стартуют, быстро развиваются, и именно в это время они максимально полезны. От каких-то педагогов мы, к сожалению, отказываемся. То есть попробовали, не пошло, сказали спасибо. Ну да, конкуренция своя, некоторые люди застаиваются, мне нужно развитие, конечно. Поэтому если не получается у человека развиваться вместе с нами, он тормозит, мы даем ему такую возможность, не используют, нам приходится прощаться, конечно. Понятно. Какие требования к девочкам? Вот кого вы точно не возьмете? А кого точно возьмете, если вот к вам будут новенькие приходить? Сейчас я бы точно не взяла людей, которые думают, что у них очень большой опыт, но они работают только здесь. Потому что очень большой опыт есть либо у единиц, которых я знаю, либо у нас, ну у наших моделей. То есть всех ты уже знаешь, кто может так сказать. Естественно. И не взяли бы, наверное, я очень большое внимание уделяю психологическим настроениям. То есть у нас очень дружная комьюнити такое уже сложилось. Да, даже если кто-то не ходит к нам уже, отвалился там условно, или мы долго не общаемся, мы с этими людьми все равно в очень хороших отношениях. Поэтому если у нас какой-то негатив изначально идет, нам проще расстаться сразу. Ну правильно, чего мучить себя и других. А как правильно отказать новенькой, которая вот пришла, вы видите, что она вот точно вам не подходит. Вот не ее это. Вот как бы ее так вот, чтобы не обидеть? Или наоборот, может, ее надо качественно обидеть, чтобы она больше никуда не ходила один раз? Чтобы больше никуда не ходил, может быть, кто-то другой. Пошла, я наложу на себя руки. Кто-то творит чудо, может быть, через дорогу с ней. На самом деле, я всегда честно стараюсь рассказать человеку, какие перспективы его ожидают. И вот если я смотрю, а перспектив я никаких не вижу, то я тоже говорю, что... Тяжело вздыхаешь? Нет, не тяжело вздыхаю. Я стараюсь рационально объяснить себе, чтобы было понятно человеку. Так и поэтому. Поэтому говорю, вот здесь мы не можем по той и по той причине. Здесь не получится, вот по этой причине. Может быть, она исправится, и через несколько месяцев к нам придет вообще другой человек. Станет аналитичкой похудеть на 20 лет. Такие истории были? И справиться на несколько размеров. А были такие истории вообще? Ну, до анорексии, слава богу, не доходило ни у кого. Но стремительные и правильные похудения, да, конечно, были. То есть человек решил, что всё-таки я хочу. Да, человек за несколько месяцев мог там... Ну, за большое, конечно, количество месяцев, там за шесть, за восемь, да, у кого-то, но на два, на три размера он мог похудеть. У меня были такие случаи. Скорее даже, да? Что? Она. Ну, наверное, девушка... Ну, она, конечно. Мальчик-то... Человек, в первую очередь. Да. У нас тут сейчас вообще с этим сложно. Понятно. А скажи, вот было такое, что вы кому-то отказали, а потом пожалели. Потом, чёрт, увидели, что вот мы вот промахнулись. Если там что-то такое было, на самом деле, крутое, вот оно в другом месте расцвело, а мы теперь дураки-волосы. Хороший вопрос. Наверное, было немножко по-другому. Не то, что мы отказали, мы взялись, но не смогли ничего сделать. Вот у меня был один такой случай, я помню. Мы взялись, и вроде всё шло хорошо, но потом всё сошло на нет, а человек сейчас хорошо работает. Ну, я надеюсь, что всё получится и в дальнейшем. Либо это какое-то показное. Я пока не могу. Ну, то есть вы старались, не зашло. Ну, да, да. Сейчас она работает в другом регионе. Может быть, да, видно по социальным сетям, например, что работает. Но как на самом деле, я не могу проверить. Надеюсь, что всё супер. Хорошо, пожелаем удачи. А скажи, вот на каких условиях у вас можно барышень арендовать и как? Вот, допустим, нужны модели? Приходит к вам кто, как, что вообще? Ну, у нас есть несколько вопросов стандартных, которые мы всегда задаём заказчику. Да, это характер работы, это её срок, какие-то пояснения по типажам и так далее. В целом, сейчас система немного меняется у нас. То есть вот у нас будет собрание на следующей неделе, там вводим новую систему, которая будет работать в плане менеджмента. А так, работы коммерческие, цены, да, там, раскрывать. Мы сейчас не будем пояснять это, но они такие же, либо чуть выше, на самом деле, чем у конкурентов. Мы это не скрываем. Дело в том, что мы основательно готовимся. То есть, за конечный продукт вы можете заплатить больше, но он будет хорош. Ну, понятно, чтобы стыда не было потом. А цены возникают, наверное, после того, как все условия согласовали, потому что непонятно, как бы, что и за что. В том числе, да. Иногда очень часто просто заказчики сами не знают, что им нужно, во-первых. А во-вторых, о некоторых вещах, о которых знаем мы, они ещё даже не задумываются. Это либо первые опыты какие-то, либо первые съёмки, или отсутствие вообще такого формата ранее. Мы же, поскольку уже в этой сфере часто работаем, можем что-то предвидеть. Это хорошо. То есть, сначала заказчику надо объяснить, что же он хочет? Ну, я уж уверен. Лучше так сделать. Главное, нам понять, чего он хочет и что мы можем дать. Чтобы не было потом, что во время самой работы мы с чем-то не справились, или человек не получил ожидаемого результата. То есть, наша задача в этом плане сделать так, чтобы заказчик остался доволен и с хорошим продуктом. Конечно. Понятно. А вот скажи, что нужно сделать девочке, чтобы вылететь пробкой из вашего агентства? Быть участницей какой-то очень некрасивой, грязной истории, тёмной. Насколько грязной? Ну, которая бы касалась работы, так скажем, которая очень близка к модельной, но модельной не является. Мы об этом ещё поговорим обязательно. А как же? Сразу «До свидания». Нарушение каких-то этических и разглашение наших внутриорганизационных моментов. «До свидания». И сейчас несколько месяцев практикуем ещё один способ – это фриланс. Фриланс, любой эпизод, «До свидания». То есть пытаться мимо агентства делать свои дела? Ну да. Мы очень лояльны в плане возможности выбора. Девушки сами могут договариваться с фотографами, они могут даже получать какую-то информацию от заказчиков. Но у нас ведётся строгий учёт. В первую очередь это нужно для аналитики. То есть мы в конце месяца смотрим, кто проседает, кому нужно больше работ, кому в следующем месяце нужно договориться по съёмке, потому что она классная, но её пока никто не видит. А если мы не видим это и видим потом только в Инстаграме, там условно, да, это мешает развитию и нашему, и девочке конкретной. То есть одна маленькая локальная съёмка, которую мы не знали, она не поможет ей развиваться. Поэтому если сама цель заключается только вот в этих локальных историях, то это, наверное, не к нам. У нас более долгосрочные цели, скажем так. То есть подход такой буржуйский. Верим на слово, но если попался, всё хана. Ну, можно и так сказать. Ясно. А вот раз уж разговор заходил у нас про деньги, а как вообще деньги делятся? Девочки чего-то получают как? Я не про цифры спрашиваю, а про принцип как? Да, конечно же, гонорар, да, он для модели в первую очередь. Они для агентства. Есть, безусловно, агентская комиссия. Она намного больше, намного меньше, да? Вот это оговорка по Фрейду. Ну всё, я это не вырежу. Она намного меньше, чем гонорар, который получает модель. У нас, в общем-то, принципы прозрачности присутствуют. То есть девочка знает, сколько она получает гроз, то есть полностью количество денег, сколько из этого получает агентская комиссия, сколько получает она, через сколько она эти деньги получит, за что и так далее. То есть всё прозрачно. У нас, да, да, я считаю это честно. Ну да, безусловно. А скажи, есть ли спрос на нестандартные типажи? Да, безусловно. Сейчас он даже больше наблюдается, потому что у нас сейчас очень много работ, которые связаны с небольшими бизнесами или бизнесами, которые заточены на продвижение, да, на новое поколение. А новое поколение – это нестандартные все истории, как правило. Всех и дичь. Ну да, можно и так сказать. Плюс сейчас, ну, есть у нас в регионе несколько историй, которые связаны с глубоким творчеством, да, фотоконкурсы, какие-либо задания, с которыми предусмотрены денежные призы. Поэтому здесь, конечно, кто во что гораст. Поэтому сейчас, да, конечно, нестандартная внешность, она будет так или иначе популярна. А это с одной стороны, а с другой стороны, сейчас мы можем самостоятельно уже спрос родить, просто показав этого человека. Мы уже, ну, достаточно сильные в этом плане. Спрос сами можете формировать. Я думаю, я считаю, да, про себя мы можем так сказать уже. Ну, раз уж про дичь не заговорили, а какое самое дикое предложение поступало от клиентов? Ну, за исключением того, о чем все подумали. Ну да, это не модельная работа в целом. А вот так вот, какая-нибудь жуть. Жуткая. Не связанная, например. У меня есть один случай, но сейчас я его назвать не могу, потому что эта работа еще не состоялась. Вот так вот. Когда это будет сделано... Придется еще раз прийти, я понял. Да, я расскажу. Ладно, давайте так. Хорошо, договорились. А вот, кстати, да, многие путают до сих пор моделинг, эскорт. Как отличить модельное агентство от эскорт? Вы можете первую работу после полуночи плавно перейти во вторую. Замечательный вопрос. Как различить? Ну, понятно, что эскорт в основе своей – это не работа моделью, это работа другим человеком. Платят люди регулярно. К сожалению, это, опять же, специфика России. Почему-то у нас до сих пор, ну, если в других странах эскорт выделился в отдельное направление, некоторые люди стремятся к этой сфере. Пожалуйста, у каждого свой выбор. Кому-то нравится, возможно. У нас в России все это прикрывается. Возможно, это потому, что у нас такая история. Да, у нас раньше не было всего этого. И в Советском Союзе еще больше чего не было. Поэтому все это как прикрытие работает. Во-вторых, это потому, что в целом вообще рынок по России очень слабо развит. А жить на что-то нужно, в том числе и организациям. И некоторые ступают на эту скользкую дорожку. Что там еще было из вопросов? Как отличить? Может, это перейти. То есть, договорились на одно, а вот такие истории бывают. А потом оказывается, что там было что-то более интересное. Нет у меня такого опыта. Могу только предположить, что у нас в России возможно все. У нас все возможно, да. Ничего не исключаю. Хорошо. А как обеспечивается безопасность модели? Вот ты мне тут сейчас разговаривала, Великоглямой, да? Не на камеру сказала, что вот вы Ладу возили, ты ездила сама посмотреть, что как. Вот вообще как с этим? Бывают девочки-то не совсем совершеннолетние, скажем так, да? Ну да. Если это, конечно же, какие-то поездки на далекие расстояния. Для некоторых далекое расстояние это Москва даже. Мы, конечно же, сами присутствуем. То есть мы тратим денежки, покупаем билеты нашим сотрудникам, они ездят, сопровождают модель в течение всей поездки. Таким образом, вот я поступила, да, когда это было необходимо. Поэтому для меня самая... Ну, безопасность обеспечивается в первую очередь прозрачность условий. Если я знаю все, да, если я знаю, куда человек сядет, где он выйдет, через сколько времени он будет, в каком месте и так далее, я смогу это контролировать лично или дистанционно. Ну, как, пожалуйста, позвони мне оттуда, приедешь, пришли смс-ку, чтобы написала. Ну, да, да, что-то вроде того. Нормально, на самом деле. Ну, это... Я не вижу другой возможности, к сожалению, сейчас, потому что никому не доверяю никогда. Правильно. А скажи, пожалуйста, вот постоянный клиент у вас есть, если есть, то какого рода? Да, у нас есть постоянные заказчики, с некоторыми из них мы работаем уже, наверное, с самого начала, основания, там, больше пяти лет уже получается. Ну, это и текстильные компании, естественно, потому что понятно, что мы в Иваново. Это и наши заказчики, с которыми мы работаем по творчеству или по какой-то сфере красоты, салоны красоты и так далее. Поэтому, ну, не могу кого-то выделить, но мы, вот, кто к нам приходит, да, на работу, практически большинство из них в дальнейшем продолжают с нами сотрудничество. Для меня это очень важный показатель, конечно. То есть, то, что второй раз придут, опять-таки к вам. Ну, да. Ну, да, это важно, конечно. А скажи, насколько важно портфолио для модели, как правильно бук собрать и как агентство в этом помогает, если помогает? Портфолио, естественно, важно, собирается очень долго, упорно. Агентство, естественно, помогает. Если говорить о нас, то мы обычно берем все расходы и всю организацию по пополнению портфолио на себя. Это значит, не что мы обрисуем, за какую сумму модель может получить портфолио. Это значит, что мы вложим свои денежки, свои усилия для того, чтобы организовать моделям съемку. В том числе, если, я говорю, за нее предполагают, да, за эту съемку предполагаются какие-то расходы. Мы всем говорим, мы это берем на себя, всю эту историю. Что касается важности сейчас портфолио, я считаю, что преувеличена очень сейчас эта история. Если говорить о зарубежном направлении, то самое главное, самое важное, что сейчас нужно для модели, это снэпы. Очень часто, очень много случаев, когда берут модель только по снэпшотам. И никакое портфолио хорошим ребятам, кто понимает в этом всем, не нужно. Никто никому не верит, короче, уже. Дело не в доверии, а просто по снэпам все видно. Видно. Видно человека, если это видео, да, видео, как правило, входит в пакет, видно, как он двигается. Ну, собственно, да, фотографии мы своих наделаем. Совершенно верно. И сейчас уже проходит эта история, да, когда там модель набирает известность. Еще короче, да, стал вот этот пик работы и пик, когда топ модель является, да, нет такого сейчас понятия. Поэтому есть, не знаю, в общем, ничего сказать. Ну, понятно. То есть для заказчиков попроще, скажем так, резюмируем. Да, наверное, нужно для местных, которые вообще не в теме, да, для заказчиков, которые в теме, это все уже не так актуально. Сделали нормальные снэпы, прошлась туда-сюда, сказала, I'm from Russia, и как бы все. И все, ты звезда, да. Можно и так сказать. Понятно. Тем не менее, с какими-то фотографиями вы сотрудничаете, а вот с кем и на каких условиях? Мы про Иванова сейчас говорим или в целом вообще? Да, в целом, да. Если вы с Мэйслом сотрудничаете, тоже обязательно расскажи. Не смогу похвастаться таким, конечно, достижением. В основном мы сейчас работаем с фотографами на хороших условиях по Time for Print. Причем по Time for Print, а не по «приходи, снимай бесплатно». Это важно для меня, у меня пунктик на этом. Что касается условий и фотографов, мы, конечно же, в большинстве своем работаем с иванскими фотографами, но иногда работаем с Ярославлем, с Костромой. Кто-то в Москву приглашает девушек на съемки. Если мы говорим о какой-то продвижении в Москве, например, или за рубежом, то, конечно же, девчонки работают с хорошими московскими фотографами. Но в целом, я хочу сказать, что сейчас очень размываются границы. Например, у нас в городе живет замечательная девушка-фотограф, которая снимает для топовых всех российских агентств, для Аванта и так далее. То есть она молодец в этом плане, но живет, работает в Иваново. Поэтому границ территориальных сейчас практически нет. А правда, что Китай – это основная поляна, на которой наши модели пасутся? Если да, то почему ростом не вышли или что? Ну, сейчас уже не могу сказать, что основная поляна. Есть свои особенности. Не так уж много денег стало, очень высокая конкуренция. Что касается роста, тоже такой клише. Знаю прекрасно девушку с ростом 171, которая хорошо работает в Лос-Анджелесе, хорошо работает и несколько лет уже живет. В основном в Милане, работает в Португалии в том числе. То есть в Европе она себя уже видит. Все зависит от типажа. Что касается роста, да, конечно, важно. Но сейчас есть другие рынки, кроме Китая, которые смогут принести деньги. Где нужны кратышки. Все очень индивидуально, на самом деле. Опять повторюсь, наверное. Но это так. Скажи, а как вы относитесь к перебежчикам? Бывает так, что девочка из одного агентства убежала в другое, потом вернулась, сказала, там плохо. Вот это вот все. Я поняла. В основном сейчас никак не отношусь. Было время, когда мы пытались выстраивать отношения с такими моделями. Сейчас я стараюсь избегать этого совершенно. Не страдаю сама тем, что приглашаю человека, который уже с кем-то сотрудничает к себе. То есть если так случилось, то это какой-то исключительный случай. И надо бежать, конечно, ко мне. Минутка рекламы. Но в основном, если человек очень быстро меняет, и много за последний период, то это значит, что проблема не только в одной стороне. Что проблема и в моделях самой есть тоже. И для меня это, конечно, звоночек тревожный. Это не просто так. Да, да, совершенно верно. А скажи, бывают откровенные съемки заказывать с участием ваших моделей? И если да, то какие? И может ли модель отказаться от конкретного заказа по своим каким-то мотивам? Начну с последнего вопроса. Конечно же, модель может отказаться. Мы собираем возможности вообще у каждой модели. На что она согласна, в чем она хотела бы принимать участие. То есть она прям крышки ставит. Вот в это буду, в это не буду. Да, да, да. Шоу, да, там, ню, нет, там, еще какая-то съемка, да. Есть объективные причины, в которых мы тоже, да, понимаем. Там возраст человека условно или антропометрические данные. Какие-то там вещи, по которым там шрамы и родинки и так далее тоже, да, играют роль. Что касается вообще, есть ли запросы на такие съемки? Да, конечно, есть. Это один из видов вообще фотографии, да, в творчестве как направление. Поэтому, безусловно, обращаются люди с такими. Беремся или не беремся, но посмотрите, что у нас есть в контенте. Вот так вот скажем. То есть потом у тебя списочек, кто сказал, что в нем готов, я возьму. После собрания в следующем месяце. Договорились, договорились. Скажи, вот часто бывает так, что модель, модель, модель была модель, а потом начала фотографировать. Насмотрелась, как это все происходит, решила встать по ту сторону. А копов? Есть примеры? Да, есть примеры, но они сразу говорят. Я фотограф, я просто хочу понимать, что с другой стороны происходит. То есть фотографы приходят и хотят вот сюда. Да, да. Очень много случаев, когда девушки уходят в сферу по дизайну, да, по одежде, по стилистике, по визажу. Есть истории, когда они встают по мою сторону в баррикад и начинают организаться, да, процессингом интересоваться. Это все очень здорово. Вообще, в целом, всегда говорю о том, что то, что мы даем, то, о чем мы с ними разговариваем, это приводит не всегда там к карьере топ-модели, но всегда приводит к увеличению интереса к творческим сферам. К чему-то полезному. Да, и это очень круто. А вот так вот в среднем, какой рабочий самый возраст для модели сейчас? Где? Очень много всяких данных нужно уточнить. Хорошо. Ну, для подиумной модели отдельно, для других каких-то видов отдельно. Вот расскажи нам. Пленки, да, хватит, не хватит? У меня много. Не могу сказать ничего про возраст, на самом деле. Везде будет разный. В Иваново, если говорить, да, то самая хорошая история, самый большой объем для работы, конечно же, после 18 лет, как правило, наступает. Хотя и есть исключения. Но в целом самое главное, на самом деле, это ментальный возраст. Потому что есть люди, которые в 16 лет или в 14 там сами ходят по кастингам, а есть те, кто в 20 плюс лет не могут найти место примерки. Да, поэтому здесь, конечно, возраст в этом плане биологический. Мало чего, значит. Он значение, ну, имеет, конечно, по внешнему виду в первую очередь, но не самый главный. Но у меня вот такое со стороны ощущение, что все равно молодеет как-то это все, нет? Молодеет, да, потому что чем раньше начнешь, тем лучше будет. Но с другой стороны, ну, тем больше, например, да, сможешь работать. Больше успеешь и так далее. Но я хочу сказать, что вот сейчас у нас есть в работе несколько девушек, которым меньше 15 лет. И по одной, например, я столкнулась с тем, что я сейчас не могу показать ее за рубежом никому. Потому что если она моложе 15 лет, то она может рассчитывать на пару рынков буквально, с которых стартовать не очень интересно. Поэтому мы просто сидим и ждем, когда... Придержим? Ну да, мы готовим ее, мы делаем ей фотографии и так далее. Но мы знаем прекрасно, что пока, и мы ей об этом говорим, да, это самое главное, чтобы она не перегорела. Но мы говорим ей о том, что мы пока не можем. То есть вы судитесь вы позже с этим. Да, потому что, опять же, самая главная задача не хапнуть денег за какую-то поездку, да, а выстроить нормальную карьеру. Ну я понял, то есть вы играете как бы в долгу. Да. Ясно. Хорошо, а вот скажи, вот капризные модели бывают, и что вы готовы терпеть? И скажем так, насколько надо быть хорошей моделью, чтобы вы терпели практически все, что она вычетит? Сейчас не готовы терпеть в целом. Были моменты, когда я очень жесткий в плане подготовки и работы человек с ними. У нас есть какое-то, например, большое мероприятие. Я всегда извиняюсь до мероприятия и после. А во время я не стесняюсь в выражениях и в том, как я достигну своей цели. Если мне нужно будет вот так вот сделать, я вот так вот сделаю, потому что это... У тебя есть деревянная колотушка? Нет, деревянной колотушки нет, у меня есть слова, поэтому... Нет, доска с гвоздями лучшего. Не согласна. И последний, наверное, вопрос на сегодня. Про мальчиков расскажи. Идут ли к вам мальчики? Если идут, то зачем? Ой, отличный вопрос. И пользуюсь случаем буду говорить о том, что молодые люди, мы вас очень ждем, как и все, наверное, наши конкуренты и заказчики и так далее, конкуренция катастрофически низкая. То есть пришел один человек, и он точно попал. Это как на больных танцах. Приходит мальчик, и он начинает бывать на куски. Может быть, и так. Последнего парня, который мне очень понравился для агентства, я встретила просто в кафешке. Он готовил напитки, я подошла к нему и говорю, ты будешь работать у нас там. Иди увольняйся, короче. Не то, что иди увольняйся, совмещай, да, я в этом плане тоже совместитель в каком-то степени. Но идеальный просто человек, клевый типаж, и мы с ним работаем. Но в целом пока, конечно, ну, интерес повышается, но все же их, естественно, меньше, чем девочек. Так что всех ждем. Хорошо. Мы им передадим. Супер.